Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Цариков Филиппов. Отдельная тема. Три минуты девятого в Екатеринбурге. Радио Комсомольская правда. Александр Цариков, Павел Филиппов. С вами доброе утро, друзья. Да, доброе утро с нами сегодня. По традиции представитель Народного фронта. Это координатор по проектной деятельности Народного фронта в Свердловской области Анатолий Карманов. Доброе утро. Доброе утро. Да, доброе утро. Пишите нам, пожалуйста, уважаемые радиослушатели. ОНФ вначале ставьте, пожалуйста, сообщение, если есть какие-то конкретные проблемы, ситуации, с которыми хотите разобраться. Плюс 7953-3850923. Это наш номер для ваших сообщений. Ну, давайте вот с чего начнем. Ну, вот с чего хотелось бы начать. Екатеринбург. Кослево-15. Уже 8 месяцев не работает там лифт. Причем интересный повод, по которому лифт не работает, из-за проведения следственных мероприятий. Что это такое за напасть? То есть лифт, значит, исправен вполне себе. Знает Либострыкин, кстати. На самом деле, если вы помните, и наши радиослушатели наверняка помнят, что несколько эфиров назад было обращение по лифту, это бакинских комиссаров 100 как раз, тоже мы сделали выезд, сейчас расскажу о нем. То есть первое, это Косарево-15, это Химаш. Действительно, там в январе случилась трагедия, женщина повредилась, случилось ЧП в лифте. То есть он, видимо, пролетел один пролет. То есть женщина жива, но, видимо, какие-то проблемы со здоровьем. Пока идет следствие, лифт закрыли. То есть он не работает вообще в одном подъезде. А в этом подъезде живут пожилые дети. Маломобильные, да. Девятиэтажка, речь идет о девятиэтажке. Да, девятиэтажка, один лифт, который просто не работает. И прямо интересно, что уже прямо на объявлении, которое написано, что лифт опечатан, на этом объявлении жители уже прямо маркером пишут, когда включите лифт. То есть это крик души у них такой уже возникает. Причем такой подъезд аккуратненький. Прямо видно, что люди заработятся о нем, да. Да, подъезд в хорошем состоянии, но вот лифт не работает. Причем лифтеры в этот же день пришли и жителям сказали, ну, мы все его починили, он все работает, ну, как бы вот тут разбирайтесь сейчас. То есть он сейчас в рабочем состоянии, но опечатан. Ну, это по словам жителей, но он опечатан. То есть пока идет разбирательство. И как долго может продолжаться? Восемь месяцев прошло. Это приличный срок, почти год. Ну, вот заявитель у него бабушке 80 лет примерно, он сказал, 79, по-моему, миллиона. Он спускается с ней, чтобы она хотя бы вышла погулять. То есть для многих это ограничение именно как свободы, да, получается. Так и есть. Они не могут спуститься. А это нужно, если есть еще кому сходить в магазин, а если нужно сходить в поликлинику. Это же вроде бы кажется, что это такая не очень серьезная проблема. Ну, а что там лифт сломался? Нет, серьезная проблема. Это серьезная проблема. Учитывая, смотрите, у нас, мы там периодически говорим о доступной среде. И, как вы знаете, там власти всех уровней, да, ставят это прямо на щитах, ставят доступная среда. Столько-то процентов у нас там сформировано этой самой доступной среды и все такое. Лифты – это тоже доступная среда. Причем для мобильных граждан, к которым относятся не только инвалиды. Это и пенсионеры, это и мамы с колясками, это и дети, в конце концов, зачастую тоже, которые еще не очень умеют ходить. Это все маломобильные граждане. Для всех этих категорий лифт совершенно необходим. То есть... И нечем заменить. И нечем заменить, да. Ну, на самом деле, да, но это в таком прям серьезном, даже по своему примеру, у меня вот один лифт, он пару раз ломался. Один раз я с коляской, с ребенком поднимался, а живой я на 10 этаже. Второй раз я приехал с хоккея и с баулом поднимался тоже на 10 этаж. Вроде бы я не качок, но мне тоже... Ну, тяжело, безусловно. Тяжело, поэтому тут вот вопрос-то такой серьезный, на самом деле. И жители прямо общались, они прямо все вышли. Конечно, для них это прямо первостатейная задача сейчас, чтобы лифт этот починили как можно скорее, чтобы они могли подниматься. Какие-то сроки называются? Сроки нет, но мы сейчас обратились в надзорные органы для того, чтобы они обратили внимание на эту проблему. Может быть, поторопили, да, Чикаловский следственный комитет вот именно в своих решениях, может быть. Мы понимаем, силовики завалены делами, там тоже нехватка кадров, все такое. Я вполне допускаю, чтобы они просто забыли. Ну, где-то лежат дела лежат. Да, 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 да. Как-то расследуется. Сроки не вышли пока, да? Да, сроки не вышли. То есть, ну, в любом случае, напомнили, чтобы сверху им напомнили, что, да, тут все-таки важен... Для нас важен каждый житель, и в том числе, вроде бы, казалось бы, говорю еще раз в первом приближении, ну, что там лифт сломан. На самом деле важная проблема. Мне раньше очень нравилось жить на высоком этаже, пока у меня не появилась собака, и пока не сломался лифт на 23-м этаже. О! И мне пришлось два дня подряд, три раза туда-сюда, с собаками подниматься, опускаться, причем нести их на руках, потому что они идти-то не могли уже, уставали. Сколько ты тратил на подъем времени? Ну, не засекал? Нет, что-то не засекал, но это прям время много отнял. Поэтому с тех пор выше пятого этажа никогда не селюсь. А калории засекали? О, боже, было потрачено все. А что было накоплено до этого? Потрачено, Александр, да. Ладно, хорошо. Про лифты понятно. Прошу прощения. Значит, еще одна ситуация. Вы выезжали куда? В Реж? Да? Да, у нас было два выезда. Это Реж и Артемовский. Два муниципалитета. В Реже интересная тема, это как раз касается берега реки. Там патриотическая организация, организация «Боевое братство». У них есть, собственно, поляна на берегу реки прямо, где они проводят все разнообразные мероприятия, в том числе и патриотического толка. У них там стоит оборудован тир. То есть, приходят постоянно школьники. На этой поляне проходят всякие городские мероприятия. Они там ставят елку. То есть, там можно, приходят купаться. Ну, то есть, охват аудитории достаточно широкий. И вот сейчас эту организацию, а там, причем, несколько патриотических организаций, это ветераны-афганцы, ветераны чеченских компаний, ветераны СВО, и всех просят освободить участок. Мол, все. Предыдущий глава давал этот участок в аренду безвозмездную. То есть, они сейчас готовы даже платить, лишь бы продолжать вот эту свою деятельность именно с детьми. Они там, когда им эту площадку отдали, там была свалка, они показывали фотографии. То есть, они полностью привели ее в порядок, почистили, привезли там песок. То есть, полностью благоустроили. Действительно, на площадке нет, там ни одного окурка не валяется. То есть, она в идеальнейшем состоянии. И вот, конечно же, они пожаловались на итоги года с Владимиром Путиным. Сейчас будем уже более детально разбираться с этой проблемой. Но все-таки постараемся, чтобы именно в Режевском городском округе осталась вот эта площадка именно для патриотического воспитания. Потому что считаем, что это очень важно. Там же у нас была ситуация с Баден-Баденом, в которую мы тоже включались. Ну, как-то удалось отбиться, да. Сейчас там есть проход для людей. Но тоже ведь ситуация, в принципе, более-менее похожая. То есть, земельный участок есть, который очень лакомый кусочек на берегу. Прям там шикарная природа. На берегу реки Реж, в самом центре города. Там хорошо. К Режу мы еще вернемся. У нас есть сообщение. Прям похожее очень. Доброе утро. Во дворе на улице Щербакова, 3-1. Это вот там, где самолетная, Щербаковая и самолетная расходятся примерно. Так вот, там детский корт, где дети играли в футбол. Отдали под застройку автосервиса. Подскажите, куда можно обратиться? Ну, я рекомендую написать все-таки всю фактуру нам в социальной сети ВКонтакте. В личные сообщения. Прям приложить ответы, куда вы обращались уже, если обращались. Это ответы от органов власти. Может быть, ну, собственно, фотографии приложить. Для того, чтобы мы уже понимали вообще, какая фактура. Чтобы юристы посмотрели, проработали этот вопрос. На публичной кадастровой карте я еще порекомендовал посмотреть, кому принадлежит этот участок. Да, возможно, он все еще не перейден даже. Нет, серьезно абсолютно. Потому что это тоже немаловажный такой аспект. Да, то есть жители могут думать, что этот участок принадлежит одному собственнику. На самом деле он может другому принадлежать абсолютно. То есть зачастую бывают такие письма, когда, например, уже есть письмо, ответ от администрации, что пока что дорога находится на балансе такого-то собственника. Сделали ямочный ремонт. После этого, после ямочного ремонта будем переводить на баланс муниципалитета. И уже муниципалитет будет следить за этой дорогой. То есть орган власти уже отвечает четкий алгоритм действий, как будет происходить с этой дорогой. Но жители все равно обращаются в народный фронт. То есть мы же не волшебники, все равно мы же не можем, у нас нет первых бюджетных каких-то денег. Мы можем только лишь как-то посодействовать, обратиться в надзорные органы. Но здесь нет никаких нарушений, здесь, в принципе, четкий алгоритм прописан. То есть мы не волшебники, но, в принципе... Поможем с этим алгоритмом разобраться. Поможем, да, с алгоритмом разобраться. Но здесь четкий алгоритм, и мы уже говорим, что, ну, ребят, вот же вам написано, все, можете двигаться вот по этому алгоритму, все в порядке. Для некоторых людей прямо важно, чтобы был кто-то рядом, кто будет держать за руку и говорить, вот это сейчас, вот сейчас вот это. Потому что люди теряют все. Ну, у нас сложные, правда, законы по многим параметрам. В том, что касается нашего, так сказать, общежития, да, на квартире домов и так далее, правда. Переносимся снова в Реж, там... Там проблема с восстановлением сгоревшей школы. Что происходит, что школ действительно не хватает, потому что вот мы видим, в Екатеринбурге все отлично, школы открывают. Ну, нет, тоже есть проблемы. Ну, одна больше другой, одна со временем другой, а вот что со в Реже? Там микрорайон Кочнево обратилась на итоги года с Владимиром Путиным, собственно, женщина, да, она является бабушкой вот этих детей, которые ходят в школу. Она говорит, что школа сгорела несколько лет назад, так школу и не восстановили. И учеников, собственно, как бы сделали, чтобы они ходили, да, по разным, по разные школы. Соответственно, приходится проходить, во-первых, преодолевать путь 2 километра. Автобусы тоже ходят не очень регулярно. Зимой это холодно, нет тротуаров, самое главное, что это опасно для жизни. А также вот сестра, вот которого... Буквально по дороге приходится школьникам идти. Да, по дороге. Внучка сказала, что были проблемы с бродячими собаками, то это тоже опасность, да. Вы понимаете, что когда ребенок идет маленький с портфелем, такие случаи у нас тоже бывали. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы школа была в какой-то пешей доступности, чтобы этот путь не занимал там 2 километра с риском для жизни. Поэтому... Слушай, а ситуация вообще имеет решение? Потому что мы понимаем, что там как бы бюджет не резиновый и все такое, правда, понимаем. С одной стороны. С другой стороны, мы видим, что когда что-то происходит, деньги моментально откуда-то берутся. Ну, вспомним, например, Сосьву, пожар, да. И деньги были, ну, в приличном объеме выделены на восстановление. Здесь ситуация похожая. Тоже пожар в школе, да, там, сгорело. И вроде у нас в регионе действительно школа строится. Я там заезжал в какие-то не совсем густонаселенные города и смотришь, стоит новенькая отстроенная школа. С иголочкой буквально. С иголочкой приятно смотреть. То есть видно, что что-то делается. Имеет ли ситуация решение здесь какое-то, как вам кажется? Да, мы тоже не находимся в плену иллюзий. Понимаем, что есть бюджетные какие-то ограничения. Прекрасно это все понимаем. Но в любом случае эти вопросы необходимо поднимать. Потому что если мы их не будем выносить на поверхность, то чиновники будут думать, что, ну, значит, если люди ходят, значит, им так удобно, значит, им так комфортно, так устраивает. Поэтому в любом случае нужно акцентировать внимание на этих вот как раз проблемах. Поэтому я считаю, что это тоже очень важно в любом случае, чтобы уже могли запланировать, да, пусть там через два года, ну, хотя бы, чтобы запланировали, чтобы эта школа была построена. Тем более, если в ней есть необходимость. Ну, а так, в противном случае, если будут такие условия, люди просто будут уезжать из этих малых городов. Совершенно верно, конечно. Будут появляться, мигрировать, да, и переезжать там в более, в Екатеринбург, например, где есть школы, где можно дойти до школы. Ну, то есть, условно говоря, может быть, это, знаете, была последняя капля, как говорите, для кого-то, да, жили-жили-нетужили, и вот уже, когда сгорела школа, и дети вынуждены ходить там по обочине неизвестно куда, последняя капля, возможно. Ну, и по Ревне ведь была история про роддом, ведь, да, который закрывали. А их несколько таких историй было, насколько я помню, да? Да, много таких историй, и Верхняя Салда, и Ревда. Создаётся странное ощущение, да, с одной стороны, нам говорят, надо больше рожать, да, нам нужны дети, нужны большие семьи, а с другой стороны, где рожать, в какую школу ходить. Ну, то есть, все эти вот опции, которые, по идее, должны быть в современном городе у современных человек, их нет. И чего я буду делать? Ну, то есть, по сути, людей вынуждают, да, переезжать в какие-то более комфортные города, мегаполисы. Что, кстати, тоже недешёвая, прямо скажем, история, не каждый может себе позволить. Да, абсолютно верно. Ну, то есть, это, как бы, интересная, да, зависимость. То есть, ощущение, что одна рука не знает, что делать другая. Хотелось бы, конечно, чтобы эти города тоже развивались, чтобы у них жителям было комфортно. Ну, то есть, это же всегда проблема, да, когда жителям в области хочется, чтобы уровень жизни был такой же, как столица, да, региона. Это, наверное, в любом регионе. Это совершенно нормальное желание причём, абсолютно. Да, абсолютно нормальное желание. Причём Ревда очень интересный город. У меня брат живёт на два города, на Екатеринбург и на Ревду. Ему там жутко нравится вот эта историческая застройка, которая сохранилась, в том числе, сталинские кварталы совершенно невероятные, красивые, классно сделаны, хорошо придуманы. И он говорит, что, к сожалению, внимания к этим памятникам и к тому, как там люди живут, очень мало. Хотя, ну, город очень комфортный для такой жизни, ну, размеренный и неторопливый. Ну, и можно плюс привлекать туристов. Конечно, конечно. Этими памятниками. Можно, да, безусловно. Мы переносимся к нам в Орженикинский район. Там карьера. Что такое? Не, карьер, вернее. Карьер. Да, там возбуждено по сигналу Народного фронта в Следственный комитет уголовное дело, ну, дело, вернее, за ненадлежащее исполнение должностными лицами своих обязанностей. Там грязище, тонны жижи и так далее, и так далее, и так далее. Ну, жижа имеется в виду грязь. Ну, да, 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 это имеется в виду. Расскажите, Анатолий, что там такое? Ну, это улица в Орженикинском районе. Улица это можно назвать? Ну, улица, она начинается и потом заканчивается уже, скажем так, грязевым тротуаром, грязевой дорогой, если для трофи, для какого-то более подходящей. Эх, жалко, закончились комбалтами. Так. Тем не менее, там карьеры находятся рядом, постоянно возят туда строительный мусор, зимой снег туда сваливают, постоянно многотонные автомобили ходят. Поэтому жители, конечно, этой ситуацией возмущены. Они хотели бы, чтобы владельцы этих снегоприемочных пунктов сделали дорогу, обустроили тротуары для того, чтобы, опять же, была соблюдена безопасность. Тем не менее, автомобили просто свозят мусор на карьеры и ничего не делают. То есть, разбивают дорогу еще больше. Жители сами пытались подсыпать эту дорогу. Но результат там хватило на неделю, буквально опять грузовики проехали многотонные, все разбили, разнесли. И получается, что жители опять у нас в какой-то ловушке оказались. Обратились в Народный фронт, на итоге года с Владимиром Путиным обратились. И мы уже выехали, посмотрели по этой ситуации. Вот уже, считайте, прошло полгода, считайте, реакция пошла. То есть, сейчас проверят, вообще закон или там эти, вывоз этого мусора и так далее. То есть, это все в черте города. По идее, это муниципалитет. Да. По идее, эту улицу можно отремонтировать. Но даже если она там, пусть она четвертой, там какой категории, все равно необходимо ее тоже, опять же, в план включить. Потому что там, несмотря на то, что там сады, там живет много людей, которые постоянно двигаются в город, передвигаются, возят детей в школы и так далее. Ну, кстати, как бы то ни было, даже у дороги четвертой категории есть вполне себе... Нет, права действительно есть. Есть вполне осязаемые, оцифровываемые и описываемые характеристики. Например, там ширина полосы такая-то должна быть, пропускная способность такая-то, твердое цементобетонное или асфальтобетонное покрытие или гравий. Но то, что там есть, это точно не гравий. Правда ведь? Это грязь просто. Это грязь, да. Тут же еще возникают вопросы, как скорая помощь туда проезжает, так-то ладно, ну, как бы в школу, да, можно там уехать. Ну, пешочком, там вот жители проходили пешочком, пенсионеры, у них прям обувь была. Ну, вот они по колено, извините, были все в грязи. То есть, ну, прийти, если ты куда-то пошел в какое-то общественное место, то тебя просто могут не пустить, сказать, нельзя в грязном заходить. Ну, да, да. Потому что ты других людей можешь испачкать. Сменку возить. Да, и скорая помощь тоже туда, соответственно, не приезжает. То есть, ну, она просто там завязнет, потому что автомобили часто на заднем приводе, да, то есть, она может просто там в этой грязи увязнуть. Ну, и слушайте, вчерашняя история, уж коль скоро заговорили про то, что кто-то где-то увяз, про автобус на широкой речке улица Суходольская. Там автобус, улицу отремонтировали не так давно. То есть, буквально недавно. И там застрял автобус из-за волн отремонтированного дорожного покрытия. Обычный муниципальный автобус, большой вот этот зеленый. Он не был готов к такой интересной дороге. Да, он зацепился передним бампером за эту волну и дальше просто не мог проехать. Да, тоже видел эту историю, когда Анифас зацепился, можно сказать, за асфальтовое покрытие. Да, да, именно так. Ну, видимо, отремонтировали, просела где-то все-таки почва, и так получилось. Ну, надо все равно аккуратнее, надеясь, что никто из пассажиров не пострадал. Ну, надеемся, да. Успособус на тихой скорости шел. И надеюсь, в ближайшее время все-таки по гарантии там все исправят, сделать дорогу. Слушайте, ну, если это происходит так быстро, возникает вопрос к технологической части процесса. Правильно ли все сделано? Мы с вами прекрасно помним историю, когда парковка рядом с Экспо в течение трех сезонов просто тонула и шла волнами. Да, было так. А потом нормально сделали. Да. А потом, да, кстати, а потом сделали нормально совершенно, и все получилось. Ничего не то, ничего. Окей. Хорошо. Так, я так понимаю, что не только в муниципалитете Ревдинском были, но и еще другие муниципалитеты тоже затронули. Куда еще выезжали, чем еще занимались? Камышлов? Да, Артемовский, вот интересный тоже аварийный дом. Так. Обязательно покажем эту всю историю в ближайшее время. Там в чем интересно, что люди получают судебные приказы на оплату коммунальных услуг. Так. При этом батареи там заварены. То есть, пришли кто-то самовольно, сделали заглушки, скорее всего, для того, чтобы помещение или трубы не взорвались. То есть, сделаны заглушки, не кустарным способом сделаны заглушки. То есть, видно, что они сделаны профессиональными, сантехниками. Тем не менее, за тепло постоянно приходят платежи. И жители уже просто там, такой прям вот аварийный дом, там уже почти никто не живет. Там еще дверей нет. И вот в детской там такая прям, такие обои меня поразило. Плесень? Как в фильме ужасов просто, представляете? Вот как будто это насмехаются над тем, кто здесь живет. И прям вот это, конечно, вызвало живой отклик. Поэтому как так может? Мы сейчас, конечно, будем разбираться, почему такая ситуация получилась, почему жителям начисляют. То есть, они уже... А, то есть, да, нужно вернуться к началу истории, что платежки-то приходят. Платежки уже там, видимо, почтальон уже никуда не носит. Приносят только судебные приказы. То есть, жители уже готовы были даже, говорят, возьмите эту квартиру. Мы не хотим, все уже, она нам не нужна, заберите ее куда-нибудь. У нас больше здоровья. Вот, то есть, понятно, что эту квартиру никуда не продать. Там везде дыры в полу, в потолке, в общем, окна все разбиты. Причем в другой квартире интересно, что батареи подключены. Я не знаю, как они там топятся зимой. Поэтому это... Это история не на весь дом, как получается, да? Где-то топят, где-то не топят. Фрагментарно он не отапливается, где-то отапливается. Ужас какой-то. Ну, окна-то тоже выбиты в той комнате, где батареи. То есть, туда приходит тепло и отапливается улица. Потом за это просят денюжки управляющая организация. Ну, то есть, как бы интересная история. Она какая-то совершенно безумная, какая-то кавка. Я вспоминаю песню Олега Митяева. Посмотри, в каком красивом доме ты живешь. Дом правда хороший. Прямо, да, такое приходит в голову. То есть, в ближайшее время какие-то действия последуют? Что будет делаться? Ну, сейчас наши юристы, они уже в этих делах разбираются как очень детально. Сейчас обратимся. Я думаю, что будет реакция очень быстрая. Либо дом расселят. Маневренный фонд какой-то предложат людям. Ну, либо какую-то компенсацию в любом случае. Вообще, вот если вернуться опять к Режу, то тоже, да, село Першино. Вот тоже интересный кейс. Там несколько проблем. Шесть километров от Режа, чтобы вы понимали. Первых, газификация. Просят газ жители. А еще нету. Очень хотят, нету. Вторая проблема – это вода. Колодцы где-то там в одном месте. И это надо через всю деревню. И третья проблема – это единственный магазин. Он закрывается. Почему? Ну, не рентабельно, не выгодно. Рентабельно. Хотя природа там шикарная. Очень красивые места. Ну, вот такая проблема существует. Понятно, что там опять же кто-то подумает, ну, что там сложного. Взял, в машину сел, поехал в город, да, доехал до Режа 6 километров. Купил себе хлеб, купил себе продукты. Но как быть бабушке, которая подаила корову, которой нужно сделать еще кучу дел, у которой нет автомобиля. Как ей быть? Где ей купить просто кусок хлеба? Тоже как бы вопрос сенситивный, да? Может, издевательство какое-то ведь над людьми. Ну, на самом деле тут, конечно, сложно влиять именно на, наверное, на частные лица. То есть, все-таки нужно, чтобы если монетка или там какой-то другой у нас оператор зашел, то понятно, что здесь необходимо, чтобы была рентабельность. В принципе, в этом поселке живет там ни два, ни три дома. Вполне обитаемое место. Да, вполне обитаемое место. То есть, эти вопросы, конечно, есть. Ну, вот просто вот маленький, да... Срез такой получается. Маленький срез такой, да. То есть, газ, вода, да. И вот вроде бы, казалось бы, да, у нас всего этого очень много, но, тем не менее, у нас не хватает нам немножечко. Да. Ну, и тут еще у нас 30 секунд буквально осталось. Камышлов засыхает тоже без воды. Тоже решаемая ситуация там? Или то, что оперативно не решить? Или то, что плотину в 79-м году как взорвали, так и не устроили? Да, плотину взорвали, но активисты сейчас борются с этим вопросом уже много лет. На самом деле, вода в реке раньше была, река была полноводная. Десять секунд у нас. Они даже ходили на кораблях, на корабликах, да, на маленьких. Но сейчас вот в любом случае обратимся в надзорные органы, обратимся в муниципалитет. Будем следить и контролировать эту ситуацию в любом случае. Анатолий Карманов, ВНФ, с нами сегодня. Оставайтесь на радио, подписывайтесь, как правило. Сариков Филиппов Отдельная тема Бесконечно можно слушать три вещи По хвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую По хвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда